Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции. Вопросы организации электоральной кампании президент обсудил с главой Центра избиркома Лидией Ермошиной. Срок полномочий у парламента и президента истекает в один год, в 2020. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно, но в Беларуси, так сложилась практика, стараются не совмещать. Президентские выборы, как и планировалось, пройдут в следующем году, а парламентские должны состояться уже в ноябре. Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается, да и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов, это сроки назначения и проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определили, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых знатоков о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо, спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону в рамках Конституции, и поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести, и парламентарии с нами согласились. Они в этом плане депутаты наши молодцы. И мы определили, что в этом году мы проведем парламентские выборы. С датой нам надо будет определиться, и я поручал ЦИКу, и вам, Лидия Михайловна, подумать серьезно, поговорить с соответствующими специалистами и унести предложение, которое мы сегодня обсудим. Второй вопрос. По Конституции определено, сколько у нас должно быть депутатов. Их 110. Я думаю, достаточно для нашей страны. Соответственно, 110 округу. Я хотел бы, чтобы вы доложили о том, какова здесь у нас конфигурация. Может, что-то поменялось, не поменялось и так далее. На встрече Лидия Ермошина озвучила предложение Центра избиркома провести выборы в Совет Республики 7 ноября, а в Палату представителей 17-го. Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов к следующему понедельнику. Речь также шла об организации международного наблюдения за выборами. Тут должен прозвучать четкий сигнал. Никому не запрещено приезжать и смотреть, как в Беларуси проходит голосование. Обсуждали и вопросы информирования людей о кампании. Позиция главы государства однозначна. Все должно пройти открыто, демократично и по законам. А в основе электоральных процессов должны лежать порядок и стабильность. Подробности встречи в наших следующих выпусках.